Сегодня мы будем говорить о психологии чувств, о любви, о разных проявлениях, о разных видах любви, о тех чувствах, которые в психологии классифицированы в трёх группах. Это эстетические чувства, это практические чувства, это интеллектуальные чувства. Если говорить о видах любви, их множество. Это и любовь матери к ребёнку, это и любовь к родине, это и любовь к каким-то видам деятельности, это любовь к каким-то своим вещам, к которым ты привык. Определение любви. Если говорить, что в психологии оно обозначено как устойчивое, интенсивное, глубокое, интимное чувство, которое вызывает массу или гамму, часто противоречивых эмоций, относительно устойчивое по времени. Сколько существует любовь, наверное, идут споры, что это есть, как она выглядит, какие виды есть. Ещё с древнегреческих времён философы говорили как раз-таки о шести основных видах любви. Агапе — это жертвенная или платоническая любовь. Сторге — это любовь, верность или верная дружба. Любовь мания — это страстная, увлечённая любовь. Любовь эрос — это физическая любовь. Любовь людус — это любовь привязанность, влюблённость. Ну и любовь сторге — это любовь дружба. Многие психологи затем продолжали данную классификацию, говорили об этом. Но в целом психологии существует два понятия, два вида представления о любви. Так называемая пессимистическая модель любви, представленная в работах Дигмуда Фрейда, Каслера. А также любовь, понимаемая в оптимистическом положении. Так вот, когда мы говорим о пессимистической модели, любовь представляет как некоторый сплав эмоций, ведущий роль в которых играет страх потери объекта своего удовлетворения. Как говорил Каслер, существуют три причины, благодаря которым человек влюбляется, это причина сексуального удовлетворения, одно, что нас толкает. Это причина признания, и это причина, скажем так, нужности, то есть необходимости другого человека. Часто такая любовь, она выражается такими фразами, вроде «я без него жить не могу», «он вся моя жизнь», «я всё ему прощу», часто человек, можно сказать, заболевающий данным типом любви, он теряется в отсутствии другого человека, он теряет сон, аппетит. То есть всё его поведение говорит о том, что человек действительно болен, он испытывает очень странное состояние, которое очень подтверждённое многими психофизиологами, что человек в состоянии влюблённости, у него меняется даже его биохимия крови. То есть это такие гормоны, которые влияют на нашу способность влюбляться и любить. И такие основные гормоны, благодаря которым мы влюбляемся, это гормон дофамин, это гормоны сиротонин, окситоцин, и соотношение этих гормонов как раз-таки вызывает или стойкую приязнь, или наоборот антибатию. Часто любовь начинается с такого очень странного эффекта, эффекта аттракции, который описан в психологии, эффекта так называемой привлекательности образа. То есть некоторого образа, который является действительно, скажем так, положительно окрашенным. Часто данный эффект используется действительно имиджмейкерами в среде, например, артистической, в среде, например, той же самой музыкальной среды, когда образ артиста, например, просчитывается, насколько в него будут влюбляться, насколько он будет популярен и так далее. То есть каждый из нас обладает этим самым эффектом аттракции в своем роде. Фрейд еще говорил, что мы не случайно выбираем людей, в которых мы влюбляемся, мы влюбляемся в людей, которые давно существуют в нашем подсознании. Также он говорил о многих зависимых отношениях, которые многие психологи не описывали как любовь. Часто эти зависимые отношения можно выразить в четырех типах. Четыре типа зависимых отношений. Первый тип — это тип отношений, когда кто-то для кого-то является путеводной звездой. Часто эти отношения можно выразить как «союз красавицы и чудовище» или «идеальные девочки и хулигана». Другой тип зависимых отношений — это полное растворение одного в другом, например, поглощение или потеря собственной идентичности. Другой вид отношений, когда человек смотрит со своего партнера как зеркало. Очень часто проявляющиеся сложности в отношениях бывают так, что девушка, например, может обижаться на молодого человека, а молодой человек не понимает, на что она обижается. И часто это проводится тем, что девушка часто думает, что он должен понимать, мы же думаем одинаково, он точно такой же, как я. Но на самом деле мы при этом остаёмся совершенно разными людьми и абсолютными индивидуальностями. Или другой очень тяжёлый, очень болезненный тип взаимоотношений или зависимых взаимоотношений — это тип поглощения одного другим, то есть полная власть над другим человеком. Ну и когда мы говорим о так называемых здоровых отношениях, надо сказать о такой вот классификации, которую приводил ещё Эрих Фром, немецкий психоаналитик, психолог, социолог, который говорил о том, что любовь — это большая способность, что человек, который способен любить, это человек, который способен переносить одиночество, то есть это самодостаточный человек, который способен отдавать, то есть способен к пяти основным важным вещам в отношениях, таких как забота, таким как искренний интерес, таким как ответственность, к такому отношению, как уважение. И без наличия данных компонентов Эрих Фром считал, что не получаются вот те самые здоровые отношения. В свою очередь представитель немецкой психологии Роберт Стенберг как раз-таки говорил, что любовь и разные виды любви — это сплав трёх компонентов. Его теория так и называется — трёхкомпонентная структура любви Роберта Стенберга, в которой как раз-таки включены такие компоненты, как интимность, то есть полная близость, как страсть. И такой компонент очень, наверное, близкий к ответственности и к обязательствам. И соотношение этих компонентов как раз-таки приводит к разным видам любви. Любви, дружбе, платонической любви, любви, страсти, маниакальной любви и так далее. Надо будет сказать, как проявляется любовь. Проявляется она разными путями. Американский исследователь Герри Чепман выделил пять основных языков, с помощью которых мы проявляем свою любовь. Проявляем её по-разному. Кому-то надо слушать или проговаривать слова любви. Кто-то любит, и он делает подарки. Причём не обязательно это дорогие подарки. Это какие-то знаки внимания, плюшевые игрушки, цветы. Кто-то проявляет свою любовь с помощью физического контакта, контакта тел, когда это объятия, поцелуи, интимные отношения. Для кого-то любовь проявляется в виде совместного увлечения. То есть какое-то дело они могут ездить, то есть сплавляться по рекам. Они могут быть фанатами футбольных каких-то команд или рок-групп, например. Желательно, как говорил Герри Чепман, чтобы партнёры совпадали хотя бы по одному из языков любви. И что у этих партнёров в этой паре намного больше шансов, когда их языки любви совпадают, когда они проявляют это одинаково. Сложнее немного тем, кто не может или не умеет или не обладает тем языком, который обладает его партнёр. Говоря об отношениях между мужчиной и женщиной, причём разных отношений, следует сказать, что это определённая тоже закономерность. Отношения начинаются с той самой химии, с первой влюблённости. Этот период называют конфетно-букет, но милиромантичным периодом в отношениях в паре. Учёные подсчитали, что этот период длится примерно около 18 месяцев. Многое будет зависеть от того, какова степень силы нервной деятельности одного из партнёров. То есть сильный тип, соответственно, это будет больше, чем 18 месяцев. Слабый тип, соответственно, это будет немного меньше. Но за этим этапом, как и любая другая, наверное, деятельность, к которой невозможно долго гореть, приходит второй этап — этап присущения. За ним следует следующий этап, очень сложный. Часто этот этап является завершающим вообще в отношениях пар. Это этап отвращения. Немногие пары могут перестелить или перейти этот этап к этапу терпения. За ним присходит этап уважения. Только потом, пройдя данный этап, появляется дружба, появляется понятие «мы», появляется команда. И, наконец, только на седьмом этапе, пройдя все эти тернии, появляется она «любовь». Способность, чувство, возможность, которая делает человека уникальным, истинная, здоровая любовь, она делает человека богаче, она организует его деятельность, она делает его лучше. Если говорить о взаимоотношениях и развитии взаимоотношений, стоит также сказать, что многие взаимоотношения претерпевают многие кризисы. В философии это обозначается как точка бифуркации, то есть некоторая ситуация, которая делит жизнь пары на «до» и «после». И этот кризис, эта точка, она как раз-таки обязывает, наверное, пару создать какие-то новые способы общения, новые правила, выработать эти правила, по которым они будут сосуществовать. Некоторые пары не способны договориться, не способны к принятию каких-то очень важных для жизни своей пары решений. И, к сожалению, часто это приводит к тому, что отношения разрываются. Очень известный современный психолог, консультант, коуч Эстель Перель, она консультирует такие большие корпорации, как Nike, Riba, как Johnson & Johnson. Она глубокий исследователь взаимоотношений между полами. Как раз-таки, говоря о здоровых отношениях, говоря о любви, утверждала, что самые сложные эмоциональные отношения — это как раз-таки соблюдение границ другого человека, принятие его уникальности, его своеобразии. Но, тем не менее, это свободный выбор каждого из партнёров, каждого человека, который, опять-таки, не образуется сам по себе. Говоря о оптимистической модели любви, о психологии, надо сказать, что об этом много говорил такой психолог, очень известный, Абрахам Маслоу, который считал, что любовь — это потребность. Человеку необходима любовь. И, встречая свою вторую половину, человек обретает комфорт, человек обретает спокойствие, человек становится самим собой. И именно в долгих отношениях, в полном принятии одним человеком другого как раз-таки проявляются те самые внутренние, глубинные отношения, которые, говоря также о определении, которое выдал Виктор Франкл, тоже очень известный психолог, говорил, что не существует понятия «несчастная любовь». Любовь — это чувство, которое организует, которое делает человека лучше, и жизнь его разукрашивается яркими красками. Ну и в завершении, наверное, скажу, что словами французского писателя, эссеиста Антуана Гзупери, что настоящая любовь является настоящей только в том случае, если она не требует ничего взамен. Редактор субтитров А.Семкин